Владимир Алексеевич, когда нужно делать тесты на антитела? И нужно ли их делать вообще? Вот сейчас вопрос, который тоже всех интересует. И все хотят делать, но никто не понимает, надо ли, и где, и зачем? К примеру, в каких ситуациях это необходимо? В тех случаях, когда имеет место какие-либо проявления заболевания, которые потенциально могут быть связаны с коронавирусной инфекцией. То есть человек ранее перенес это заболевание. Сейчас у него есть какие-то болезненные проявления, которые врач, либо он сам пытается связать с этим заболеванием. Обнаружение вот этих самых антител, ну, будет определенным доводом, скажем, хотя не абсолютным, в пользу этого предположения. Второй момент – проведение вакцинации. В тех случаях, когда человек серопозитивно, у него уже есть антитела, он вакцинироваться не должен и не нужно ему это делать. То есть в качестве еще одного дополнительного теста к ПЦРу, КТ, антитела, антитела. Если ПЦР мы определяем на самых ранних сроках, это подтверждение самой болезни, то антитела – это подтверждение перенесенной болезни. Да, но, понимаете, люди пытаются сейчас сделать все возможные тесты, какие только можно. И ПЦР, и КТ, и антитела даже на ранних стадиях. Ну, не знаю. На ранних стадиях смотреть количество этих самых антител – занятие бесполезное. Даже те же самые моноглобулины М появятся через 3-4 недели после перенесенного заболевания. То есть вы уже переболели, вот, так сказать, и оперативность информации, конечно, будет связана с ПЦР, с полимеральной цепной реакцией, нежели с вот этой самой, с этим антитела. Значит, тест на антитела стоит делать не ранее 3-4 недель после того, как вы были заражены, скажем так. Были заражены и перенесли заболевание. И люди очень… Я понимаю, что это дело специалистов – интерпретировать эти результаты, но люди все-таки, они получают на руки вот эти результаты, и люди как-то пытаются понять. Есть разные пропорции. Есть ситуации, когда нет М, есть G, но, опять же, в разных пропорциях. У меня у знакомого G, например, равняется 2. Что это значит? Он заразен или нет? Вот, да еще раз, так сказать, возвращаясь к этому моменту, нет смысла определять продолжительность заразного периода по наличию этих антител. Это всего лишь свидетельство того, что он перенес заболевание. Обычно появление антител уже говорит о том, что он не заразен. Если мы обнаруживаем только иммуноглобулины М, это говорит о том, что болезнь перенес он сравнительно недавно. Если обнаружились иммуноглобулины класса G, это свидетельство уже более отдаленного, отсроченного по исследованию заболевания, то есть полтора-два месяца, скажем так. А если у меня иммуноглобулина М значительно превышает G? Ну, это говорит просто-напросто о том, что вы перенесли это заболевание 3-4 недели тому назад, хотя заразного были только первые 10 дней. Все проявления заболевания развиваются на фоне серо-негативности, то есть отсутствия антител. А, вот как. То есть, в какой бы пропорции ни было М, как мы привыкли думать, М может показывать нам активную стадию заболевания и нашу заразность. Но это при других заболеваниях. Есть целый ряд заболеваний, которые свою клинику развивают или развертывают на фоне серопозитивности, то есть уже наличие каких-то антител. Люди задают такой вопрос, что вот, например, у меня ПЦР-тест отрицательный, а тест на антитела положительный, имея в виду, что показатель М достаточно высок и превышает показатель G. Это говорит о том, что он перенес это заболевание, да. Даже если показатель М превышает показатель G. Да, да. Это просто свидетельствует о сроках перенесенного заболевания. Высокий М – это недавно, низкий М или отсутствует М – это уже давно, G – высокий и так далее. То есть отрицательный ПЦР и, как мы считали до недавнего времени, положительные тесты антитела, показывающие нам большое количество М – это два отрицательных теста. Ну да, это говорит о том, что человек перенес болезнь. Да. В таком случае, когда можно говорить, что вообще человек не болел? Когда все на нуле? Все на нуле. Бывает такое, да. Да. И ПЦР отрицательные, и антителные. При каком значении G я могу быть уверен, что я достаточно теперь защищен от нового заболевания, хотя бы на какой-то непродолжительный срок? Вы знаете, тут наличие большого числа этих самых иммуноглобулинов говорит о надежности. Хотя сравнительно невысокие показатели, но они могут находиться на этапе, скажем, набора или накопления этих самых антител. Возможно, через две недели, если вы проведете исследование, титр будет выше, количество их будет больше и так далее. То есть в данном случае это очень условно. Это условный показатель. Продолжение следует...